Меня зовут Денис Донченко, я представляю компанию 1S Bittrex. И мы сегодня с вами будем проводить вебинар, посвященный созданию сайтов и, в частности, созданию и работы с такой категорией сайтов, как лендинг-пейдж. Я со своей стороны расскажу непосредственно про платформу 1S Bittrex. И во второй части мне поможет моя коллега Екатерина Мосягина из компании Burbon. Это наш золотой сертифицированный партнер. У Burbon огромное количество решений и огромное количество, как сказать, не клиентов, а реализаций и опыта работы с лендинг-пейджами. И я думаю, Екатерина этим опытом сегодня с нами поделится. Задавайте, пожалуйста, ваши вопросы. В поле, которое называется у нас Questions, мы будем стараться отвечать на них по мере, собственно говоря, демонстрации, по мере прохождения вебинара. Я поставил на видеозапись, поэтому в случае, если у вас вдруг какие-то проблемы возникнут, технически, может быть, проблема, интернет пропадет или нужно будет отлучиться, вы сможете скачать сегодняшнюю запись с нашего сайта, с сайта 1S Bittrex, со страницы, где, собственно говоря, вы читали про сегодняшний анонс и регистрировались на сегодняшний вебинар. Поэтому не переживайте, все можно будет скачать и в дальнейшем посмотреть или показать кому-то еще. Перед тем, как перейду непосредственно к вебинару, хотелось бы еще один момент с вами решить. Это вопрос, связанный с видео и звуком. Вот как раз в поле questions напишите, пожалуйста, слышите ли вы меня, видите ли вы меня, все ли хорошо. В принципе, у себя, со своей стороны, я сделал все по максимуму. Подключился к кабелю интернета, убрал Wi-Fi, потому что он ненадежен. Включил наушники, выставил все, в принципе, по максимуму. Поэтому я думаю, что проблем у нас сегодня не будет. Главное, чтобы сервис не подкачал еще. Ну и главное, чтобы вам было интересно. Да, спасибо большое. Вижу, что всем видно и слышно. Сейчас уже у нас с вами 128 слушателей. И люди все... Пользователи все подходят и подходят. Сейчас покажу даже. Включу возможность... Как это делается, интересно. Чтобы вы тоже видели друг друга. Что-то у меня не получается это делать. А, вот. Вот. Уже 132 человека. Регистрация у нас вообще сегодня за 600. Вот. Тема интересная, тема горячая. Лендинг-пейджи, я смотрю, сейчас просто мега популярны. Поэтому, я думаю, всем будет очень интересно послушать про опыт, который нам расскажет... Вот. Итак, я приступаю к своей части. К части рассказа про Bittrex. Про саму платформу управления сайтами. Начну с презентации. Ну, а большую часть своего доклада я построю в виде демонстрации. Живой демонстрации самого Bittrex, как это работает, как этим управлять и так далее. Вот. Ну, несколько слов. Bittrex подходит под любые проекты. Доказано. У нас больше уже 120 или 130 тысяч клиентов. То есть сайтов, которые разработаны и существуют на платформе 1S Bittrex. И сайты, собственно говоря, абсолютно разные. Это и сайты-визитки, и такие же визитные, простые сайты, скажем так, как лендинг-пейджи, состоящие из одной страницы, так и различные информационные порталы, ресурсы, онлайн-сообщества, и в том числе даже различные интернет-магазины, гипермаркеты, сайты государственных организаций и так далее и тому подобное. То есть в целом система подходит под практически любые задачи, которые стоят перед интернет-представительством. Задача она решает следующее. Это создание сайтов и управление сайтом и различные инструменты по работе с клиентами, заказом и так далее. Вообще сам термин, которым называют Bittrex, это термин CMS, Content Management System, то есть система управления контентом или система управления сайтом. То есть это такая, скажем, программа, которая позволяет вам без того, чтобы заниматься разработкой, кодом, управлять с помощью удобного, простого, понятного интерфейса вашим сайтом, различными настройками, работать с заказами, с пользователями, рассылки там совершать и так далее. Функционал достаточно богатый, скажем так. Он позволяет управлять только контентом, содержимым вашего сайта текстами, фотографиями, видео. Ну и также позволяет работать, собственно говоря, интернет-магазином, скидками, доставками управлять, пользователями, различными настройками, платежными системами и так далее. В Bittrex огромный блок, связанный с коммуникациями и обратной связью, как неотъемлемая часть любого сайта, необходимость поддерживать взаимоотношения с вашими клиентами, с посетителями. Различные форумы, блоги, опросы, веб-форумы, рассылки вашим клиентам и партнерам. Помимо этого, огромное количество различных сервисов и служб, связанных с безопасностью, с кластеризацией, с масштабируемостью вашего сайта, SEO, там различные бизнес-процессы. Ну и всем этим добром управляет, собственно говоря, CMS-система, как единый механизм, единый комплекс всех вот этих вот инструментов. Ну и давайте начнем знакомство и предлагаю перейти непосредственно к демонстрации самого Bittrex, что же это такое, как это работает. У меня установлена здесь демо-версия на моем ноутбуке, установил ее буквально вчера вечером. Скачал с нашего сайта, установил, все это достаточно просто, вы это также можете сделать, неважно какой у вас компьютер, какой операционной системы, это может быть Windows, это может быть Mac, Linux. Можете скачать с нашего сайта нужный вам файл, нужную вам редакцию, установить и посмотреть, как это работает. Демо-версия у нас функционально ничем не ограничена, кроме времени работы. Это 30 дней, которые вам даны на то, чтобы посмотреть, потестировать сайт. В целом этого времени может быть более чем достаточно даже для того, чтобы запустить ваш сайт, поменять даже дизайн, что-то настроить, включить, разместить его на хостинге. И, собственно говоря, начать продавать или рекламировать свои товары и услуги. И это, собственно говоря, одна из вариаций демо-версии, демо-шаблона. У меня их несколько есть, покажу попозже. Если у вас, допустим, нет возможности установить или хочется быстренько протестировать, посмотреть, что за возможности, что это за Bittrex такой, есть замечательный сайт, Bittrex Labs называется, заходите и здесь прямо в режиме онлайна создаете себе нужную вам виртуальную лабораторию, на которой установлен Bittrex, и выбираете те шаблоны, которые там представлены, смотрите, тестируете в течение трех часов. Через три часа система сама удалится, и вы сможете, если вдруг чего-то не успели, просто запустить заново ее и продолжить еще на три часа. Это очень удобно, позволяет быстро протестировать какие-то моменты, если вдруг какой-то вопрос возник, а может ли это так работать, а можно ли сделать так-то или так-то, или как работает тот или иной функционал, тот или иной модуль. Нет необходимости ставить, можно просто быстренько запустить виртуальную машину и протестировать на ней. У меня же установлен Bittrex локально, то есть на моем ноутбуке. Здесь у меня стоит на демо-версии два сайта. Первый сайт – это корпоративный сайт, обычный такой шаблон, стандартный, скажем так, для большинства информационных ресурсов, обычных сайтов, сайтов компании. И еще есть наш типовой интернет-магазин. Построен на функционале интернет-магазина одежды. Тоже немножко попозже о нем поговорим. Итак, возвращаюсь на основное шабло. Здесь у нас обычный сайт, который вы привыкли видеть в интернете. Ну и обратите внимание, потому что я здесь зарегистрирован как администратор. И у меня сверху есть такая вот панелька, которую можно прикрепить, которая у меня есть на всех страницах нашего сайта. И здесь в этой панельке есть определенное количество инструментов, которыми я могу воспользоваться. Есть две вкладки. Сайт – это, собственно говоря, где мы сейчас находимся, публичная его часть. И администрирование. Ну, так называемая админка нашего сайта. Переходим в админку. И здесь мы видим тоже различные инструменты, которые позволяют вам работать с вашим сайтом. Ну, во-первых, рабочий стол. Здесь разные виджеты со статистикой, по товарам, по посещаемости. Здесь разные различные новости, прочее, прочее. Плюс различные такие вот виджеты, которые показывают скорость работы вашего сайта. Может быть, какие-то атаки, если совершались на вас. Или еще какие-то нагрузки дополнительные, которые сайт испытывает. Это все можно будет видеть непосредственно на рабочем столе с помощью таких вот удобных виджетов. Ну и дальше у нас слева набор категорий. В каждой из которых спрятаны различные инструменты. Мы по ним пройдемся чуть позже. Сейчас же я вернусь обратно на сайт, на его главную страничку. Ну, здесь все достаточно стандартно. Разделы различные, контактная информация, новости, описание и так далее. Давайте посмотрим, как всем этим добровым управлять. Сверху есть нагибы кнопки. Создать страницу, создать раздел, изменить страницу, изменить раздел. Они позволяют вам быстро, без каких-нибудь разработок или просьб к программистам создавать и редактировать любую информацию на вашем сайте. Допустим, вы хотите создать еще один раздел, назвать его каким-то образом и разместить его в этом меню. То есть, чтобы клиенты зашли и сразу же увидели, что на вашем сайте есть такой-то раздел. Можно туда кликнуть, перейти и там почитать какую-то информацию. Нажимаем кнопочку «Создать раздел». Называем его, как нам хочется. Можем назвать по-русски. Если, например, у вас сайт в зоне РФ размещен, вы можете использовать кириллические названия разделов, папок, чтобы ваш сайт полностью состоял из кириллицы, из русских букв. Дальше. Перейдем к редактированию индексов на роднице. Оставим галочку, добавим пункт «Меню». И, кстати говоря, если вы хотите, к примеру, сначала создать страничку, посмотреть, как она работает, все настроить, а только после этого опубликовать ее для всех ваших клиентов, вы можете поставить соответствующую галочку. Или, допустим, хотите создать закрытый раздел, доступный только определенным группам пользователей. Допустим, раздел только для ваших партнеров. Очень часто на сайтах, которые, в том числе, занимаются продажей через партнеров или через определенные группы пользователей, существуют закрытые страницы, попав на которую, можно только авторизоваться при условии, что ты включен в определенную группу пользователей, которым доступ сюда разрешен. Таким образом, ставите галочку, выбираете ту группу, которая вам необходима, и кроме пользователей, состоящих в этой группе, никто на эту страницу попасть не сможет. Будет написано «Доступ запрещен». Идем дальше. Имя нового пункта в меню. Давайте назовем «Тест», я не буду что-то там особо придумывать, и разместим между «Новости» и «Услуги». В верхнем меню выбираем «Перед пунктом услуги». Вот здесь разместим новый раздел «Тест». Если нужны какие-то ключевые слова, это можно все прописать непосредственно здесь. И дальше переходим к редактированию нашей с вами странички. Сейчас создается файл. Что-то задумалось. Так, пишем здесь какой-нибудь текст. Здесь есть визуальный редактор. Позволяет что-то выделить курсивом, подчеркиванием, зачеркиванием. Добавить какую-нибудь информацию. Можно добавить картинки, видео, вставить ссылку на тот или иной текст. Ну и в целом функционала здесь достаточно. Если работали с Word, понимаете, что это такое, что за форма редактирования, все это вам будет здесь знакомо и понятно. Ставить можно якори, ссылки, создавать таблицы непосредственно здесь, также их настраивать тем или иным образом, работать со шрифтами, со стилями, которые у вас загружены, допустим, на сайт. И в целом создавать тот контент в таком виде, в котором вам это необходимо. Если вы, допустим, знакомы с HTML, знаете, как правильно ставить разметки, здесь это все можно также реализовать в таком виде. Можно в таком режиме. Начинаете писать и видите, как это все будет отображаться для обычных клиентов. Ну или вот таким вот образом. И нажимаем кнопочку «Сохранить». Вот наша страничка с вами создана. Наш новый раздел, который мы назвали с вами «Тест» в таком вот виде. И, собственно говоря, текст, который мы с вами разместили на странице. В любой момент мы можем зайти, нажать кнопочку «Изменить страницу» и, соответственно, отредактировать текст на какой-либо другой. Если вдруг что-то пошло не так, вы можете без проблем отменить это изменение и вернуться на предыдущее значение. Помимо просто изменения и добавления какого-то текста или фотографии, вы можете добавлять также различные компоненты, ну какой-то динамический контент, назовем это так. Карту, допустим, проезда к вам в офис или на склад или еще куда-нибудь, где можно забрать или посмотреть какие-то вещи. Вы можете разместить здесь, к примеру, Google карту. Можно настроить, точки различные поставить на карту. И, соответственно, добавить эту карту непосредственно на страницу на вашем сайте. Многие очень часто делают огромную ошибку, когда вместо такой динамичной карты Google или Яндекс размещают на своих сайтах скриншот. Не знаю, из того же Яндекса, из того же Гугла. И люди, когда вот так вот смотрят, допустим, в таком вот виде, такой скриншот, они в целом просто не понимают, где тут север, где тут юг, откуда можно подъехать, как подъехать. Может быть, какие-то пробки, если хочется включить. Это все сделать невозможно. Поэтому можно разместить без проблем такие вот динамические компоненты, коих огромное количество. Таким же образом здесь размещен компонент новости. То есть вы добавляете не просто текст сюда, в таком вот виде, а вы добавляете именно компонент, который так и называется, новости. Вы можете зайти и отредактировать его, настроить, как вам это необходимо. Чтобы, допустим, выводилось не по 20 новостей на странице, а, допустим, по 2. Чтобы можно было подписаться по РСС. Можно было голосовать или отзывы различные включить. фильтры, по какому порядку показывать. По дате начала активности или по названию, или по ID, или еще по какому-то критерию. То есть вы можете здесь таким вот образом... Ну да, фильтр здесь пустой, не почему фильтровать. Вы можете настроить, что теперь не по 20, а по 2 новости на странице. Таким образом, с помощью вот этих вот компонентов вы можете настроить визуально, как будет отображаться та или иная страничка, какая информация на ней будет выводиться, в каком виде и так далее. И это все можно делать для любой страницы на любом сайте. Да, все достаточно стандартизировано. Если вам в какой-то момент потребуется, допустим, переименовать меню, или поменять раздел, или добавить какую-нибудь новую кнопку, идущую на, допустим, другой ваш дополнительный сайт, нажимаете на кнопочку меню, переходите сюда, и здесь все меняете, как вам необходимо. Нужно поставить первым. Ставим на первое место. Добавить еще какой-нибудь пункт. Сделать на него гиперссылку без проблем. Вот таким вот образом. Все это тут же применяется. Каких-то особых требований к пользователю, который будет этим заниматься, не предъявляется. Вот, помимо этого, обратите внимание на еще такой замечательный функционал, который называется режим правки. Включив его, допустим, можно еще свернуть, чтобы она не мешала, мы теперь можем просто вводить мышкой по нашему с вами сайту, и все блогики, которые у нас таким вот образом подсвечиваются, мы можем отредактировать, просто кликнув в них два раза. Навели на блог режим работы, и теперь мы работаем не до 19, а до 20. Информация тут же обновилась. Изменился у вас телефон, измените его непосредственно здесь. 8.8. Хотите здесь добавить, допустим, новость или удалить новость? Пожалуйста. Удаляем. Добавляем новую. Открывается окошко непосредственно на нашем сайте. То есть мы прямо здесь находимся, никуда нас не перекидывает. Тут же пишем, если нужно вставить картинку, вставляем картинку. В вкладку подробно, пишем подробное описание этой новости. Если нужны какие-то SEO данные, добавляем их на вкладке SEO. Окей. Вот наша с вами новость добавлена. А предыдущая удалена. Все достаточно просто, понятно. Опять же, каких-то сверхтребований не нужно. Можно слово покороче сделать. Таким вот образом. Точно так же можно отредактировать меню, что-то поменять местами. И так далее. Таким образом, вы на всех ваших сайтах можете управлять. Можно изменить страницу. Тут же навести на нее. Можно навести непосредственно на карту. Здесь есть шестеренка. И открываются настройки компонента этой карты. Указываете, какие элементы управления здесь показываете. Вот этот скролл. Не знаю, дополнительные какие-то кнопочки и так далее. Можете поменять. Добавите какую-нибудь новую точку на вашу карту. И так далее. Вся эта информация меняется непосредственно тут. Конечно же, эти права все так вот редактировать, менять, вы можете самостоятельно настроить. Кому давать из ваших сотрудников, кому не давать. Ну, здесь выбираете контент-менеджеров. Добавляете их на сайт. Добавляете в эту группу. И, соответственно, эти люди смогут ходить и добавлять любую информацию, которая здесь есть. Это причем не только просто управление сайтом. Это и работа с каталогом товаров. Сейчас перейдем в интернет-магазин, который тоже у нас вторым сайтом установлен. То же самое. Вы можете без проблем зайти на товар и быстро изменить, допустим, его стоимость. Или какое-то там описание, или картинку поменять. Это, конечно же, актуально для компаний, у которых каталог товара или услуги, размещенные на сайте, они хранятся непосредственно на сайте. Они там не в 1С или какой-то другой системе. Их небольшое количество, и вы ими управляете самостоятельно. Да, опять же таки, не через какую-то там внешнюю систему. И в этом случае вы без проблем сможете ручками зайти, добавить новый товар или поправить существующий, удалить что-то, скрыть из публикации, то есть снять активность и так далее, просто используя средства системы управления. Зашли и изменили нужный нам товар. Допустим, название. Куда-то они у нас уехали. Вот я добавил название, и тут же оно у нас отобразилось, изменилось непосредственно на сайте. Таким образом, управлять можно всем, чем угодно. Это достаточно просто. Так. Вот есть, вижу, вопросы. Вопрос про посадочные страницы и редакцию. Ну, про посадочные страницы, как я говорил в самом начале, если вы не пропустили, будет рассказывать Екатерина. Это будет, наверное, 12. И она, я думаю, в том числе, посадит, какие редакции лучше выбрать из Bittrex, который для этой задачи подходит. Я пока продолжаю рассказывать вопросы, связанные с Bittrex. Вот Тимур интересный вопрос задает. Тема вебинара «Лендинг. Зачем показывать интернет-магазин?» В большинстве случаев лендинг не может существовать без интернет-магазина, потому что лендинг – это не только личная страничка какого-нибудь там человека, или, не знаю, или какой-то услуги. Это очень часто используется как реклама конкретного товара из определенного интернет-магазина. Поэтому нужно показать основные возможности, которые вам потребуются в дальнейшем, когда вы будете развивать свои товары, услуги через интернет. Итак, основные возможности по редактированию показал. Давайте перейдем в админку и посмотрим, что у нас еще есть для работы с нашими данными, с нашими заказами, клиентами, сервисами и так далее. Слева у нас набор категорий, которыми мы с вами управляем. Это, в первую очередь, контент. Контент – это означает содержимое вашего сайта. Все, что связано со страницами, с текстами, с каталогами, со свойствами, фильтрами – все у нас расположено в данном разделе. Если у вас интернет-магазин, то у вас здесь будут как раз лежать каталоги, торговые предложения и так далее. Если у вас обычный сайт, здесь будут лежать разделы, связанные с новостями, вакансиями, может быть. Ну и в том числе вы также будете создавать здесь странички для каких-нибудь услуг, товаров и так далее. Ну, создавать вы их будете, скорее всего, в публичной части, как я до этого показывал, но настраивать предварительно ваш сайт непосредственно нужно будет в этом разделе. И здесь хочу показать вам некоторые элементы, которые пригодятся всем. Это, в первую очередь, SEO-настройки. Допустим, зайдем в раздел «Каталог» и «Одежда». Я открою еще параллельно наш сайт, открою интернет-магазин и покажу, как все это работает. Сейчас у нас Яндекс взялся всерьез за борьбу с черной оптимизацией, и поэтому нужно внимательно относиться теперь к правильным инструментам, ну и в том числе к тому, чтобы ваш сайт был полностью обеспечен различными ссылками, метаданными и так далее. Если мы говорим про какие-то большие каталоги, большие сайты, то в большинстве случаев это такая достаточно рутинная работа за IT и всем товаром, всем разделом, всем страницам прописать какие-то теги, ключевые слова, свойства и так далее. У нас есть инструментарий, который позволяет все это дело достаточно быстро автоматизировать и упростить вот эту работу всю для контент-менеджера, для SEO-специалиста. Давайте покажу, как это все работает. Допустим, у нас есть раздел «Обувь», в котором мы хотим все прописать, все ссылки и так далее. Мы можем зайти во вкладочку, зайти в раздел «Настройки раздела обуви» и зайти в раздел «Сео». Здесь мы видим, что вот у нас такой шаблон, title, keywords и description, они здесь все указаны. Они здесь все указаны по умолчанию, и вы можете поставить галочку «Изменить для этого раздела его подразделок». И, соответственно, настроить, перенастроить вот эти все шаблоны, переписать. Допустим, назвать это не каталог от магазина одежды. И здесь, видите, вот это вот указано переменная. То есть она будет браться, исходя из названия. В данном случае у нас обувь. Каталог обуви от магазина одежды. Можем переименовать это по-другому, указать это как «Супертовары» от производителя. Лучшая обувь от производителя. В таком виде вы даже видите, как получится, как это все будет выглядеть. Меняем, и здесь теперь у нас также изменился данный тайтл. «Супертовары» и «Лучшая обувь от производителя». Самое интересное то, что вы также можете изменить не просто заголовки, категории или разделов, но и также изменить и автоматизировать настройки вот этих вот тайтлов и кейвордов для самих элементов, которые в этом каталоге есть. Допустим, что у нас сейчас есть. Если я захожу в эти туфли, каталог туфлей ультра от магазина одежды. Мы можем все это сделать гораздо интереснее и правильнее с точки зрения SEO. Я пример просто от балды сейчас буду делать. Допустим, «Купить». Здесь будет подставляться название «Туфель». Как это правильно по-русски? В «Цвете». Выбираем переменную «Цвет». Все размеры от… Выбираем… Так, есть у нас интересное… Давайте. Все размеры… От… По цене от… И так далее. Нажимаем кнопочку «Применить». И теперь у нас с вами все это изменилось. Теперь мы видим «Купить туфли такие-то». В «Цвете» указаны все варианты цвета. Варианты размеров указаны. И в том числе указана минимальная цена, которая есть на этом сайте. И теперь представьте, что у вас там, не знаю, тысяча товаров. Вы можете вот таким вот образом для каждой из категорий или подкатегории задать какое-то определенное правило, как будут сформироваться вот эти все заголовки. Автоматически сформировать их для всего вашего магазина или сайта. Добавляется новый товар. Эта вся информация будет изменена. Точнее, изменена, добавлена. Если товар меняется, меняются размеры, меняются цвета, названия и так далее, это также будет все автоматически изменено в этих свойствах товара в вкладке SEO. Шаблоны вы можете настроить какие угодно, по вашему усмотрению, в зависимости от того, какой вы товар продаете, как вы считаете правильным, те или иные шаблоны настраивать. Главное, что инструмент есть, и он очень сильно упрощает работу с большими каталогами, с огромным количеством страниц, много разделов на вашем сайте. Дальше у нас раздел сервисы. Здесь в целом спрятано огромное количество сервисов различных возможностей в зависимости от ваших редакций, которые у вас выбраны. Редакции у нас порядка пяти, если не ошибаюсь, и все они, собственно говоря, зависят от тех задач, которые решают. Есть задачи для интернет-магазинов, это редакции старшие, малый бизнес и бизнес. Есть редакции для простых сайтов, информационных порталов, тоже есть для этого специальные редакции с определенным набором этих сервисов, модулей. У меня в данном случае максимальная редакция, редакция бизнес, в которой есть все, что представлено. Ну и давайте пробежимся. Контекстная реклама. Здесь есть возможность подключить Яндекс.Директ в ваши рекламные кампании, которые вы там проводите, в Директе именно, и создавать объявление на Яндексе непосредственно из карточки товара. Если вернуться обратно, вы во время, допустим, редактирования, добавления товара, вы можете непосредственно из него, сейчас куда-нибудь зайдем, непосредственно из него во вкладке реклама, ну нужно авторизоваться, то есть у вас должна быть активная рекламная кампания, непосредственно из карточки вашего товара вы можете создавать объявление для Яндекса, для Директа. Можете настраивать рекламные кампании, вы можете настраивать, каким образом, по каким ключевым словам будет кликаться, какую-то среднюю цену клика, выше которой не подниматься, ниже которой не опускаться при тех или иных условиях. И в ближайшее время у нас еще выходят обновления, когда вы можете просто закидывать определенную сумму и говорить, какие-то условия задавать, исходя из этих условий, рекламная кампания будет автоматически включаться, включаться при тех или иных изменениях, внешне, которые будут приходить на Директе. Об этом подробнее расскажем, я думаю, на следующей неделе, во время презентации новых версий. Здесь, в данном случае, мы не являемся рекламным агентом, поэтому никакой комиссии мы здесь не берем. Это просто интеграция с API Яндекс.Директа для удобства наших клиентов. Поэтому, если рекламируетесь в Директе, обязательно подключайте и смотрите, работайте через админку вашего сайта, непосредственно из карточки товара, страницы, которые вы создаете. Дальше у нас блок поисковая оптимизация. Здесь настройка робот-тексты, сайт-мэпа, работа с поисковыми системами и так далее, и тому подобное. Ну и тоже, опять же, инструментарий для SEO-специалистов. Веб-формы, которые позволяют вам создавать форму обратной связи на вашем сайте, с помощью которой клиенты могут писать, вызвать какие-то вопросы, оставлять какие-то рекомендации, резюме или, наверное, записываться на какие-нибудь встречи и так далее. Это все непосредственно здесь настраиваются. Веб-формы могут быть практически любыми, состоять из различных полей, и также эти веб-формы, конечно же, вам приходят на e-mail-увыдавления, вы также можете синхронизировать эти веб-формы с CRM, которые есть в Bittrex 24, чтобы все данные, которые там заполнялись, они попадали вам как новые клиенты, новые замсделки в вашу CRM-систему. Можно проводить опросы на вашем сайте среди ваших клиентов, задавать какие-то определенные тематики и собирать срез данных от ваших клиентов. Дальше из интересного. E-mail-маркетинг. Это новая версия, скажем так, старого модуля рассылки. E-mail-маркетинг позволяет вам создавать рассылки, выбирать группы пользователей, исходя из различных условий, по кому вы будете слать теряные письма, ну и, соответственно, настраивать, по какому поводу вы будете отправлять автоматически различные приглашения, уведомления или напоминания вашим клиентам. Я вот покажу пример, как это может все работать. Вы можете создать рассылку, назвать ее каким-то образом, поощрение наших самых любимых клиентов. Создать группы, то есть вы создаете пользователей, которым вы будете рассылать это уведомление. Вы можете просто взять какую-то определенную группу, у которых пользователи, которые у вас есть на сайте, все авторизованные пользователи, все партнеры или еще кто-то. А можете создать, допустим, какой-то фильтр, к примеру, магазины. И хотите каким-то определенным письмом уведомить, поздравить или еще что-нибудь, какую-нибудь ссылку с купоном или специальным предложением отправить всем, кто, к примеру, оплатил 10 заказов или всем, кто оплатил столько-то заказов, такую-то сумму, или кто сделал последний заказ свой, допустим, год назад. Дата последнего заказа, год назад, и вы хотите напомнить им, сказать, что вот вы у нас год уже не были, и за год изменилось много чего, мы стали продавать еще помимо этих товаров вот это, вот это, может быть, вам это понадобится, вас заинтересует, переходите к нам на сайт. То есть, таким образом, вы можете здесь выбрать определенные критерии, критерии по пользователям, критерии по, там, не знаю, по заявкам, по подписчикам и так далее, и тому подобное, и делать, скажем так, персонализированные рассылки по конкретным пользователям. То есть, все, кто сделал более одного заказа. Добавляете. Идем дальше. Создаете здесь шаблон, выбираете какой-то нужный вам из существующих, или там создаете свой собственный, рисуете здесь красивый шаблон с какими-нибудь картинками, вставками и так далее. Ну и дальше, соответственно, пишете, настраиваете тему письма, как это отправлять, от кого, в каком виде. Ну и, собственно говоря, саму тему также вы можете персонализировать, то есть, не просто там какой-нибудь рассылку номер 11, да, там по всем нашим клиентам, а сделаете там уважаемый и подставляете здесь теги персонализации. Имя. Имя, если у него где-то тут указано, да, то есть, допустим, в заказах он там указывал имя при регистрации, допустим, сделаетесь обязательным полем, он указал имя, и вы будете уже к нему обращаться персонально. Уважаемый, там, Вася, новости от сайта и указываете название сайта вашего, соответственно. И клиенту придет это письмо уже в таком вот персонализированном, скажем так, виде. Ну и дальше уже создаете шаблон, указываете расписание рассылки, как часто, по какому критерию, там, по понедельникам вы делаете рассылки, ночью, утром, в какое время и так далее. Это уже, да, исходя из ваших предпочтений, там, настройок и так далее. Ну и в дальнейшем. Когда у вас будут как бы эти рассылки происходить, у вас будет здесь раздел статистика выпусков с различными графиками, там, я, по-моему, в презентации будет, еще покажу, в котором вы видите, какое количество людей прочитало ваше письмо, то есть открыл его, да, там и кликнуло по ссылке, которая в этом письме, допустим, была, какое количество после этого отписалось от вашей рассылки и так далее и тому подобное. То есть вы сможете проводить различные, скажем так, обе-тестирования этих вот рассылок, искать свой какой-то, может быть, стиль, кто-то там предпочитает, в зависимости, опять же, таких клиентов, кто-то предпочитает на вы обращаться к клиентам, кто-то на ты, зная, что, допустим, основные клиенты ваши это там молодые люди там 20-25 лет и так далее, и тому подобное. Смотрите различные варианты, смотрите различную частоту этих рассылок, смотрите, как часто там люди стали отписываться, кто-то там в зависимости от оформления чаще переходит по ссылкам, кто-то не переходит и, собственно говоря, вся эта информация, она будет вам полезна, чтобы вы делали ваши рассылки удобными, полезными для ваших клиентов и не такими ненадоедающими. Раздел еще вот из интересного это техподдержка. Если вы хотите на вашем сайте организовать такую систему поддержки ваших клиентов, где бы они смогли вам писать обращение на вашем сайте, вы эти обращения обрабатывать, будете отвечать им, ну, соответственно, собственно говоря, система, которая позволяет вам заменить колл-центр входящих звонков, да, если у вас нет, например, на данном этапе возможности со всеми вашими клиентами общаться по телефону, у вас нет достаточного количества, может быть, сотрудников, но хочется понимать, ну, во-первых, хочется, да, оказывать вашим клиентам техническую поддержку на должном уровне, чтобы у них все работало, все хорошо было, и хочется брать какую-то вообще статистику, да, как ваши менеджеры работают с вашими клиентами, такое количество запросов, проблем поступает в вашу техническую поддержку, используйте соответствующий модуль. здесь есть настройки уровня поддержки, поддержка, там, VIP-клиентов, обычных клиентов, расписание, когда вы работаете, настройки, различные купоны спецпредложений, графики, то есть, как часто к вам обращаются, ну, к сожалению, в демо-версии все достаточно такое пусто, как часто к вам обращаются менеджеры, ну, не менеджеры, а клиенты, по каким вопросам можно ставить, давать возможность ставить вашим клиентам оценки по клиентам, которые, ну, не по менеджерам, которые отвечают на вопрос, понравилось, не понравилось, ну, и в дальнейшем также, допустим, руководитель отдела поддержки может отслеживать, ну, во-первых, острые темы, во-вторых, он сможет отслеживать, кто из ваших менеджеров лучше работает, лучше общается с клиентами, получает всегда хорошие оценки, да, за ответы, за помощь, кто-то, наоборот, плохо, или, там, какие-то проблемы, что-то там, постоянно, огромное количество просроченных вот этих вот обращений, и люди, там, недовольны, да, тем, что, долго решаются их там вопросы, задачи и так далее, ну, и в целом, можно создавать такие вот мастера, тоже удобные, которые позволяют еще на этапе обращения клиента, да, когда у него возник вопрос, и вы начинаете какими-то наводящими вопросами, а вот это, а вот это, а вот это, подводить его, ну, к конкретной проблеме, да, к описанию конкретной проблемы, и в большинстве случаев, там, еще на этапе вот этих вот мастеров, вы можете, не знаю, помочь клиентам самостоятельно найти ответ на свой вопрос и даже не обращаться в техническую поддержку. Ну, и, конечно, различные форумы, можно делать даже социальную сеть на базе Bittrex, с группами, темами, там, друзьями, постами, комментариями, лайками и так далее. Раздел обучения, который также позволяет вам непосредственно на вашем сайте проходить, создавать курсы для, там, ваших клиентов или, допустим, для ваших партнеров, они эти курсы могут проходить, потом сдавать даже экзамены по этим курсам и так далее. На самом деле, весь этот функционал, вот, обучение, те же форумы, социальная сеть, техподдержка, можно прямо посмотреть, как работает даже на нашем сайте, на сайте Bittrex. У нас техподдержка работает, собственно говоря, через этот модуль и обучение с курсами тоже у нас есть, абсолютно бесплатно на нашем сайте, вы также можете их пройти, ну, и в целом, посмотреть и с Bittrex, ознакомиться, и посмотреть, как работает данный модуль. И если вы, допустим, создаете мобильное приложение для ваших клиентов, вы также можете воспользоваться прямо здесь, с конструктором мобильных приложений. Что такое мобильное приложение? Мы позволяем вам создать на базе Bittrex, на базе нашей CMS-системы, мобильное приложение для Android'а и iPhone'а, iPad'а и загрузить их, вот эти вот, получается, два мобильных приложения в App Store и в Google Play. Там формируется приложение, и, соответственно, это может быть либо мобильный сайт, либо мобильный интернет-магазин, который будет доступен у клиента на его смартфоне, который будет брать информацию непосредственно с вашего сайта. То есть ваш сайт будет как такая серверная часть, с помощью которой вы будете загружать на телефон вашего пользователя, вашего клиента, всю необходимую информацию. Это может быть как просто каталог товаров с возможностью заказа товара, так и может быть какой-нибудь мобильный форум, сайт, СМИ, где можно читать какие-то новости, комментировать. Это может быть, в принципе, все что угодно. Те инструменты, с помощью которых вы можете либо предоставить клиенту читать информацию, либо делать какие-то действия или загружать какую-то информацию через мобильное приложение, по сути, на ваш сайт, на ваш сервис. Все здесь достаточно просто. Можно самостоятельно сконфигурировать это приложение, посмотреть, как оно работает. Для этого в App Store или в Google Play есть тестовые приложения, специальные вы скачиваете их, указываете адрес вашего сайта, где расположено это мобильное приложение, и смотрите, как это все выглядит, как это все работает. Дальше. Есть блок «Магазин». Здесь я останавливаться не буду. Для магазинов у нас раз в неделю минимум проходят еще вебинары, в том числе по разным темам. Там достаточно подробно описываем, рассказываем, как это все работает, какие есть возможности по платежным системам, службам доставки, как настраивать скидки, различные программы лояльности, как интегрировать CRM, как работает складской учет, цены и так далее. Записывайтесь на такие вебинары или скачивайте такие вебинары, которые у нас проходили, может быть, ранее, на этой неделе, на прошлой. Можно посмотреть в записи. Дальше. Раздел «Аналитика». Здесь информация по статистике вашего сайта, посещаемость, различные рекламные кампании, которые вы проводили. Ну и в том числе, если вы делаете рассылки через e-mail маркетинг, вы можете также здесь отслеживать переходы по ссылкам, насколько там была эффективна та или иная рекламная кампания через ваши те же рассылки и так далее. Раздел «Маркетплейс». Ну, во-первых, здесь у нас собран каталог готовых решений. Для битрикса их там сегодняшний день порядка двух тысяч с копейками. В том числе, это готовые сайты, готовые интернет-магазины, готовых сайтов, в том числе лендинг-пейджей, там порядка 106. Там можно посмотреть, ну и Екатерина сегодня также будет про них рассказывать. Ну и огромное количество дополнительных модулей, приложений для ваших сайтов и магазинов. Ну и здесь самое важное, это, наверное, еще кнопочка «Обновление платформы». Это информация, где указан ваш ключ, указана ваша редакция, сколько сайтов вы на этой редакции можете создать, когда вы там последний раз ставили обновление, когда обновления еще будут вам доступны. Здесь, собственно говоря, будет список всех обновлений, которые можно будет установить. Здесь же активируете купоны и настраиваете включение-отключение бета-версии продуктов. Здесь же вводите ваш ключ. После того, как демо-версия у вас будет подходить к концу, и вы определитесь с покупкой. Будет такое поле, вы вводите его, и таким образом у вас система становится лицензионной, и вы пользуетесь ей неограниченное количество времени. Потому что это лицензия, нет каких-то ограничений год или два и так далее. Сайт будет у вас работать всегда, пока вы им занимаетесь, оплачиваете хостинг, домен и так далее. И раздел «Настройки». Здесь у нас собраны настройки, связанные с такими техническими же нюансами. Сюда лучше обычному пользователю, который не разбирается, не лезть. Здесь различные инструменты, настройки модулей, настройки продуктов, сайтов, почтовых событий. Различные инструменты, связанные с проверкой системы. Если у вас вдруг какие-то вопросы возникают, что-то не работает, где-то какие-то проблемы, что-то заглючило. В большинстве случаев вам поможет вот эта кнопочка «Проверка системы». Вы запускаете ее, она вам все проверит, все подскажет, где какие-то проблемы, где что-то там неправильно работает и так далее. Как показывает наша практика, в 90% случаев вот эта проверка решает все вопросы. Не решает вопрос, она показывает, где проблема. Это может быть проблема на хостинге, какой-то модуль отключен или еще что-то. И если вдруг какие-то проблемы здесь есть, вы их увидите, они будут подсвечены красным. Здесь можно будет подсмотреть еще так же не только описание проблемы, но и описание способов ее решения, такие, скажем так, подсказки. Если же проблему решить не удается или вы не понимаете, как ее решить, можно непосредственно отсюда написать в нашу техподдержку. Задать вопрос и уже будем общаться через нашу систему. Мы вам информацию подскажем, настроим, если это необходимо. Еще здесь есть такие интересные вещи, на которые хотелось бы остановиться. Это монитор качества. Это такая штука, которая состоит, скажем так, из тестов и наших принципов, может быть, создания сайтов, определенных критериев, которые мы предъявляем к разработчикам, к нашим партнерам при создании и сдаче сайта в эксплуатацию. И сейчас мы стараемся, чтобы партнеры, когда, допустим, разработчик, когда делает сайт, перед тем, как его запускать, протестировал свой проект, проверил его на правильность его разработки. Причем здесь есть тесты как ручные, когда вам просто необходимо, скажем так, самостоятельно себя проверить, все ли там правильно было здесь сделано, все ли правильно было здесь сделано, учел я те или иные моменты. Так и автоматизированные такие тесты, которые, к примеру, проверяют те или иные проблемы частые, которые возникают на сайте. Ну, допустим, видите, проблемы с безопасностью. Перед сдачей сайта нужно настроить безопасность сайта, включить нормальный пароль. Здесь, я так понимаю, что в демо-версии у меня вообще пароль на базу данных не введен. Админки, админские записи также дополнительно никаким образом не защищены. Уровень проактивной защиты, скажем так, выключен, не включен на высокий. То есть здесь проблема, и это нужно решить. Вопросы есть, связанные с производительностью. Нужно переконфигурируют PHP. Нужно тоже там поднастроить конфигурацию под проект. Можно зайти, посмотреть, какие есть рекомендации на эту тему. Они обновляются, загружаются извне. Посмотреть, что необходимо сделать, как сделать и так далее. Здесь вот не настроено, взрывное копирование. Тоже это проблема, да, и в большинстве случаев вот эти все вопросы, они клиенту, который сайт свой получает в первый раз, да, разрабатывать делает, они в большинстве случаев ему просто на всего не знакомы, даже не знают, что это такое, что есть еще резервное копирование, его можно настроить, оказывается, оно защитит его от каких-то сбоев, что есть вопросы, связанные с безопасностью. Он тут думал, что раз он в интернете разместил, то, скорее всего, проблем никаких не будет, да, там, ему сделали хорошо. Или, там, почему его сайт медленно работает. Оказывается, что есть вот такие-то проблемы, на которые необходимо обратить внимание и в случае возникновения каких-то проблем их решить. Вот эти вот проблемы, они здесь будут вам подсвечены, вы сможете зайти, посмотреть, все ли хорошо и добиться от разработчика того, чтобы все вопросы, посвященные здесь красным, были решены положительно, скажем так. Ну, до тех пор, пока там монитор не будет сдан, там, не подписывать акты задачи приемки. Ну, и еще есть, да, есть нюансы, связанные с производительностью. Есть, во-первых, вот такая вот шкала. Шкала у нас локально, видимо, не работает. Есть производительность, производительность. Допустим, вы начали замечать, что как-то сайт у вас стал медленно работать, да, что-то там делали, ну, и что-то как-то приходится ждать, там, может быть, клиент еще жалуется, что открывается там по несколько секунд, там, 10 секунд, 15 секунд, там, страницы и так далее. Вы можете запустить тест производительности, который, по сути, вам покажет все основные узкие места на вашем сайте. Это может быть... Давайте сейчас остановим. Это может быть одна из трех проблем, которые возникают на сайте. Первая проблема, это связанная с конфигурацией, по сути, это хостинг, то есть сервер, где расположен ваш сайт, и если какие-то там есть проблемы, то они у вас будут здесь также подсказаны. Будут даны рекомендации, как что сконфигурировать и прочее. Вопрос связан с самим битриксом, то есть с CMS-системой. Если у вас здесь какие-то также проблемы, которые могут влиять на производительность вашего сайта, вы можете последовать тем рекомендациям, которые здесь система вам даст. оптимизировать, переходите непосредственно на страницу с оптимизацией, включаете, запускаете ее. И еще вопрос, связанный с разработкой, то есть это, по сути, те проблемы или ошибки, которые могли допустить разработчики сайта при его разработке. Здесь система по-живому смотрит, где какие страницы как отрабатываются, на каких страницах огромное количество запросов или какие страницы где-то долго грузятся. И в дальнейшем вы просто кликаете по ссылкам, переходите на эти страницы, вам подсвечиваются узкие места на сайте, где что нужно подкорректировать, оптимизировать и так далее. И таким образом, если вы видите, точнее, чувствуете, что какая-то проблема есть, но не знаете, в чем она, запустите панель производительности, вот этот тест, и система вам подскажет, куда копать. Копать в настройке битрикса, копать в разработку вашего сайта, где-то что-то неоптимально, или же нужно решать какие-то вопросы, связанные с хостингом, с конфигурацией, может быть, перейти на другой тариф, который более оптимален будет под ваши нагрузки, возможно, или под тип вашего сайта и так далее. Это все уже решается непосредственно в разделе настройки производительность. Несколько вопросов. В какой версии появится новый модуль e-mail маркетинга? Спрашивает Александр. Он появился, если говорить про редакцию, то, по-моему, с редакции стандарт начинается. А в версии 15 он уже доступен вам на сайте. Если вы по умолчанию он не установлен, зайдите в админку настройки продукта и модули. И здесь будет этот e-mail маркетинг и будет кнопочка установить. Просто ее нажмите и появится у вас в сервисах соответствующий раздел. дел. Несколько вопросов. Андрей тоже про этот e-mail маркетинг задавал. Он устанавливается отдельно при необходимости. Так, Сергей спрашивает, если купить, можно ли докупать нужные модули к редакциям. Нет, редакция продается только по комплектам, которые сформированы. Так, и вернемся к самой презентации. Основные вещи мы с вами посмотрели. Да, еще по интеграциям тоже интересный момент есть, который я хотел как раз показать. Думаю, это тоже будет актуально в том числе сайтам вот лендинг пейдж, когда вам нужно какое-нибудь, не знаю, действие, хотите, чтобы совершил клиент на вашем сайте, но не просто какую-нибудь веб-формочку оставил, но, допустим, еще предоставил какие-нибудь данные зарегистрировался на вашем сайте. И здесь очень часто очень часто клиентам, посетителям сайта мешает форма регистрации и авторизации, когда вам нужно еще на одном сайте зарегистрироваться, это логин, придумывать пароли, потом ждать подтверждения и так далее. Многие просто на этом этапе отваливаются. Есть возможность интегрировать ваш сайт с социальными сервисами, то есть авторизацию сделать без регистрации, а просто с помощью каких-нибудь социальных сервисов, в которых клиент ваш может быть заведен. Это может, например, не знаю, на Google у него есть на Gmail аккаунт, или, допустим, почту у него есть Mail.ru, он может быть клиентом ВКонтакте или там Facebook, Twitter, и вы можете просто предоставить на этапе регистрации, на этапе авторизации кнопочку такую «Авторизуйся» у нас с помощью ВКонтакте. И клиент жмет на ВКонтакте, система просто его перекидывает на сайт ВКонтакте, и у него спрашивают, готов ли ты авторизоваться, предоставить эти данные вот этому сайту. Клиент нажимает «Ок» и все, он авторизован уже на вашем сайте. Вы в данном случае получаете информацию о клиенте, его ID-шник в соцсети, то есть в случае чего можете найти его там, с ним связаться, а клиент без проблем за 2 секунды авторизовался, за 2 секунды за 2 клика авторизовался у вас на сайте и не регистрировался лишний раз. Это экономит время, ну и как показывает практика, тоже очень хорошо работает на удержание клиентов, когда нужно все-таки, чтобы они не инкогнито у вас какое-то действие выполняли. Про интернет-магазин прокрутим. Это все есть у нас на отдельных вебинарах. Директ из SEO вам рассказывал. Персонализация тоже связана с интернет-магазином. Рассылки. То, что модуль e-mail маркетинга это возможность автоматизации рассылок. То есть вы не по кнопке их будете рассылать, а система сама по определенному параметру будет делать эти уведомления. Тоже актуально на самом деле и для интернет-магазинов, когда вы шлете клиентам, которые больше недели заходили свои заказы и не так и не оформили их, шлете им напоминания различные или дополнительно какую-нибудь скидку, чтобы он сделал заказ сегодня или завтра и так далее. Или делаете рассылку по сегментации определенной по категориям товаров, по суммам, которые клиент тратит на вас в течение года. Если это какие-то крупные круглые суммы, вы можете делать какую-нибудь вип-рассылку с какими-нибудь купонами специальными и так далее. То есть делать интересные именно персонализированные рассылки, а не просто спам рассылать какие-то новые новости на нашем сайте и так далее. И касаемо безопасности. Я уже некоторые моменты показал в чек-листе мастер-приемке вашего сайта. Я еще расскажу про какие модули инструменты есть. Во-первых, встроен проактивный фильтр защиты это так, там есть разные степени защиты, тут исходить уже из вашей конкретной ситуации, можете его настраивать по-разному. Есть свой собственный веб-антивирус. Есть также возможность, что мы советуем, рекомендуем, даже просим включать всем нашим клиентам. это бесплатно, это очень просто и удобно амплификации по составным паролям. Сейчас покажу, что это такое. Все мы уже давно привыкли работать в онлайн-банке, того же Сбера, Альфа, банка и так далее, когда вы авторизуетесь, чтобы работать со своими счетами, со своими деньгами на сайте, не просто с помощью логина и пароля, а с помощью логина, пароля и плюс еще смски с паролем. И, соответственно, после этого только заходите и авторизуетесь на вашем сайте. Это, конечно же, дополнительно добавляет безопасности. И взломать таким образом ваш пароль сложнее и в целом не имеет смысла, потому что без вот этой смски с одноразовым паролем авторизоваться в любом случае не получится. То же самое, практически то же самое мы рекомендуем делать и администраторам ваших сайтов. Вообще в целом всем сотрудникам вашей компании, которые имеют определенный доступ к вашему сайту, в том числе к админке, к управлению пользователями, заказами, страницами и так далее. Установите, ну, либо можно купить вот такой токен, но он стоит денег, порядка тысячи рублей, один такой. Ну, в большинстве случаев можно обойтись просто бесплатным приложением для смартфона. Поддерживается Android, App Store, и в целом можно скачать для любых других платформ на Яве. Такой там Symbian, если у кого-то вдруг остался, или там Windows Mobile. Это приложение, которое будет соединено с вашим сайтом, с вашим логином и паролем, и чтобы авторизоваться, допустим, из интернет-кафе, из аэропорта, из другого, там, из дома, или там, из офиса вашего клиента на вашем сайте, вам потребуется ваш телефон, на котором будет генерируется всегда там разный пароль составной, который нужно будет добавлять к вашему логину на вашем сайте, к логину и к паролю на вашем сайте. Таким образом, даже если вашу там сессию перехватят, и злоумышленник узнает этот ваш логин, ваш пароль, или ваш даже вот этот вот составной пароль, он в любом случае не сможет авторизоваться на вашем сайте, потому что этот пароль, этот одноразовый, он, собственно говоря, работает только один раз при авторизации первой, и потом он становится недействительным. Это очень удобно, это просто, и это очень сильно решает проблемы с безопасностью, потому что тоже, как показывает практика, все вот все беды от того, что пароли либо простые, либо где-то скомпрометированы. Вирус на сайте, вирус на компьютере, подглядели, подсмотрели, там у кого-то на мониторе, наклеен, как это часто бывает. Вот такие-то вопросы, они очень легко и просто это решают. И еще у нас есть тоже замечательный, абсолютно бесплатный для всех клиентов Bittrex сервис, называется он сканер безопасности, который запускается из админки и сканирует полностью ваш сайт, сканирует ваш хостинг, на котором вы размещены, и ищет узкие места. Он там регулярно обновляется, это, скажем так, облачный сервис, с нашей стороны, да, как бы мы его там настраиваем, тюним постоянно, добавляем всякие разные новые уязвимости, которые могут быть обнаружены как на сайте, так и на хостинге. И запускайте это раз в месяц, и сканер будет вам показывать, опять же, такие узкие места на вашем сайте. Где-то что-то не настроено, где-то дыра, где-то что-то разработчик неправильно накосячил, оставил дырку, где-то на вашем сайте, и кто-нибудь особо въедливый какой-нибудь злоумышленник сможет через эту дырку зайти, получить какие-то определенные доступы к вам на сайт, на хостинг и так далее. Поэтому обязательно запускайте сканер, он поможет вам держать ваш сайт в безопасности. Ну да, аудит мы регулярно проводим. И подведя итог, расскажу про те редакции, которые у нас есть. Оказывается, у нас даже 6 штук, про первый сайт забыл. И дальше уже передам слово Екатерине, которая расскажет про конкретно лендинг-пейджи на базе Bittrex. Редакции у нас основных 6, от редакции первого сайта, который подходит в том числе для лендинг-пейджей, и заканчивая редакция бизнес, которая в большинстве случаев используется для создания больших интернет-магазинов, гипермаркетов сложных, для высоконагруженных проектов. Редакции все состоят из определенного набора модулей. Более подробно можно посмотреть на нашем сайте. Здесь в рамках презентации это будет не очень удобно, потому что модулей много, и на экране они бы все не поместились. Можете посмотреть, там есть таблица сравнения, чем они друг от друга отличаются. В любой момент вы можете перейти с минимальной, с младшей редакции на более старшую, просто доплатив разницу в стоимости. Ну, то есть, грубо говоря, со старта перейти на стандарт, можно просто доплатив 10 тысяч рублей, купив этот переход, и вам автоматически в админке приедут, скажем так, вместе с обновлением все недостающие модули. Вы их просто включаете, настраиваете и выводите на своем сайте. Да, еще хочу обратить внимание, что да, вы покупаете, лицензия бессрочная и лицензия на создание двух сайтов на одной админке, то есть, можете взять два абсолютно разных сайта, управляемых одним битриксом. В течение первого года все обновления и техническая поддержка на коммерческом уровне абсолютно бесплатно. Через год сайт не перестает работать, там админка не закрывается, ни в коем случае ничего такого не происходит, просто закрывается доступ к обновлениям. Обновление вы можете на следующий год купить всего за 22% от стоимости вашей редакции. Ну, грубо говоря, обновление еще на один год на редакцию старта будет стоить порядка 1000 рублей. В обновление входят новые модули, новые возможности. У нас в целом два раза в год выходят две новых версии. Вот на следующей неделе, 27 мая, у нас будет новый релиз, релиз с версии 15.5 с новыми возможностями, новым функционалом. И те компании, у которых эти обновления активны, они его абсолютно бесплатно получат согласно их редакции. Вот. Ну и в заключение пару слов про разработку, про партнерство и так далее. Мы сами сайты не разрабатываем, да, у нас есть огромное количество партнеров по России, странам СНГ, которые занимаются собственно говоря, разработкой сайтов и дополнительным услугам, связанных с раскруткой, продвижением ваших сайтов, дизайны, различные рекламные кампании, директы и прочее. Это все можно заказать у наших партнеров. Ну и можете, конечно, самостоятельно создать, если у вас есть в штате разработчик, или вы сами разработчик. Документация, все это есть, техническая поддержка оказывается, то есть одни не останетесь в любом случае. Партнеров у нас больше 10 тысяч, огромное количество стратегистрированных специалистов. Обращайтесь, да, ищите, на нашем сайте есть подробнейший список, разбитый по городам, регионам, странам и так далее. И на платформе 11Bitrix, вот как показывает презентацию, уже более 130 тысяч проектов работают, все они разные, все они разные как и по сложности, так и по функционалу, по нагрузкам, ну в целом огромное количество клиентов выбрали Bitrix, доверяют нам свои сайты. Еще у нас есть замечательный Marketplace, в котором, здесь небольшая ошибка, успел поправить, более уже 2600 приложений для магазинов, я о нем рассказывал. Заходите на сайт Marketplace, смотрите, выбирайте, есть где-то половина бесплатных модулей приложений, половина платных, выбирайте все, что необходимо вам под ваши задачи, под ваши сайты, в большинстве случаев можно найти все это добро в Marketplace. Сейчас я отвечу на несколько вопросов и передам микрофон уже непосредственно Екатерине. Александр спрашивает, при регистрации через соцсервисы в CRM клиент попадает? При регистрации, во-первых, он регистрируется не в соцсервисах, а он авторизуется на вашем сайте с помощью вот этих вот соцсервисов. При регистрации он туда не попадает, если он выполнит какое-то действие, допустим, веб-форму заполнен на вашем сайте, тогда, конечно, он попадет в CRM. Я еще раз повторю, показывал редакцию бизнес. Александр спрашивает, есть бизнес, я так понимаю, редакция бизнеса, как подключить еще модули и сколько стоит? Больше модулей от Bitrix в редакции бизнес уже не подключить, их просто на всего нету, то есть у вас максимальная редакция в данном случае. Есть ли какие-то сторонние модули, заходите в Marketplace, смотрите, там все достаточно просто. Если это платный модуль, покупайте, вам приходит на email-купон, вы его активируете в админке, модуль устанавливается. Если это бесплатный, нажимайте кнопочку «Установить», указывайте адрес вашего сайта и устанавливайте этот модуль. Много вопросов по поводу email-маркетинга. Коллеги, в техническую поддержку напишите, если недоступен, то есть если у вас какие-то редакции, в которых этот модуль должен быть, но его нету, обратитесь в техническую поддержку, подскажут, в чем может быть проблема. Так, Екатерина. Включаем микрофон. Екатерина. Всем добрый день. Добрый. Сейчас я... Я слышно? Да, слышно. Вот делаю презентером. Итак, начинаем. Денис очень долго рассказывал про функционал системы один из Bittrex. Делал он это совершенно не случайно, потому что любой лендинг – это, наверное, только начало для того, чтобы делать и развивать сайт в дальнейшем. Я вам немножечко расскажу предысторию о том, что такое лендинг, зачем он нужен и какие проблемы может решать. Покажу, как настроить и какие у нас примеры лендингов уже есть. Наши клиенты, мы занимаемся разработкой сайтов на Bittrex, и наши клиенты очень часто обращаются к нам с просьбой сделать лендинг. Вообще, есть два пути решения этой проблемы. Можно начать рисовать лендинг с нуля, с уникальным дизайном, с уникальной идеей, чтобы там все летало, были какие-то фишечки и так далее. А можно взять шаблонное решение. У этих двух путей есть свои плюсы и минусы. Если начинать рисовать уникальный дизайн, то, как правило, с момента старта, начало проекта до конца пройдет очень много времени. Ну, то есть, где-то там месяц, два, все это согласуется. Как правило, услуга, которую должен рекламировать лендинг или товар, она появляется быстро, и раскручивать ее тоже нужно быстро. Мы не можем ждать месяц или два. пока у нас все идеи будут придуманы и так далее. Поэтому мы предлагаем своим клиентам быстрое создание лендинга и выпустили свой модуль. Давайте разберемся, какие задачи решает лендинг. лендинг, как правило, нужен для того, чтобы продавать единичный товар или услугу. Также лендинги используют для того, чтобы получить контакты пользователя. Ну, например, у нас есть какое-то событие, нам нужно повестить об этом пользователе и собрать контакты для обратной связи, чтобы сделать рассылку. также это может быть какая-то вирусная страница для репостов. Ну, здесь как бы тоже реклама какого-то товара может присутствовать с такой завуалированной формой обратной связи. Также это может быть сбор отзывов о товаре, услуге или компании. Это нужно для того, чтобы понять, почему тут или иной товар или услуга плохо продвигается по рынку. И также это может быть просто промо-страница, то есть посадочная непосредственно, на которую пользователь попадает с поиска и дальше уже может, прочитав об услуге или товаре, перейти на головной сайт компании. Ну, типовые схемы лендингов вы, наверное, уже все видели, потому что тема популярная. Ну, рассмотрим две основных. Например, у нас есть товар. Вспомните свой последний визит на рынок, например, или в магазин. Что происходит, когда вы туда входите? Вы видите яркую картинку товара, например, там, большие, красные, свежие помидоры. Дальше вы приближаетесь к этому товару и начинаете более какие-то мелкие подробности наблюдать, что они там хорошие, там еще какие-то. Дальше смотрите, что есть у конкурентов, то есть конкурентные преимущества товара можете отличить. И дальше, когда вы начинаете спрашивать, сколько стоит товар, вам продавец, как правило, начинает рассказывать, чем он хорош, то есть работает с вашими возражениями и как следствие вы делаете покупку. Все лендинги приблизительно так и работают. То есть сначала вы показываете яркую картинку, привлекающую внимание, затем вы делаете описание товара и показываете его конкурентные преимущества. Например, он там самый дешевый, он там самый хороший, он решает конкретную вашу проблему лучше всех. Дальше, после того, как вы обозначили конкурентные преимущества вашего товара, желательно вызвать доверие у клиента, то есть показать, почему стоит покупать именно у вас и добиться совершения целевого действия, то есть чтобы он воспользовался call-to-action элементом. Можно разместить кнопки call-to-action элементов практически около каждого блока, но, как правило, они плохо работают. Лучше их размещать где-то после того, как вы сделали описание товара, дальше может быть в середине в каком-то блоке после описания и в конце обязательно должна следовать кнопка на покупку или заявку. Также есть типовая схема для лендинга, для рекламы услуги, ну, то есть когда вы рекламируете уже не товар, а услугу. Лучше придумать какой-то заголовок, который привлекает внимание, ну, так же, как и картинка, только попробовать сделать это словами. Обозначить проблемы, которые могут быть у целевой вашей аудитории. Ну, например, у вас там падают продажи, у вас там все плохо, еще что-то, что-то идет не так. Дальше вы обозначаете решение, как ваша услуга может закрыть проблемы клиента. И предлагаете решение. Ниже блоки могут идти такие, как отзывы, гарантии, сертификаты, и можете поработать сразу с возражениями клиентами, которые у него возникают при чтении описания вашей услуги. Как правило, в конце такого лендинга есть выбор тарифа или цены услуги, и тоже все должно завершаться call-to-action элементом. Теперь я расскажу вам о том, что нам потребуется для того, чтобы сделать лендинг именно на битрикс. Лендинг это у нас страница обыкновенная, страница сама по себе существовать может, но желательно там использовать все-таки систему управления контентом, для того, чтобы редактировать тексты и добавлять товары очень быстро. Итак, список у нас такой. Нам нужен домен. если домена нет или вы хотите сделать именно приземляющую страницу на уже существующем домене, то пункт вычеркиваем у нас есть. Нужен хостинг. Если у вас уже есть сайт, опять же вычеркиваем, это есть, мы делаем в существующий сайт, в директорию какую-то устанавливаем. Нужна CMS. Единовременный платеж может быть для первого сайта от 1990, то есть достаточно дешево. И продление 22% от стоимости редакции по течению года. И дальше можно установить модуль или шаблон для лендинг пейдж. Если зайти на сайт маркетплейса, то вы очень легко поймете, какое решение вам подходит из лендинг пейдж предлагаемых. просто достаточно перейти в категорию лендинг пейдж и поставить редакции первый сайт, например, и старт. В принципе, этих редакций должно быть достаточно для того, чтобы создать приземляющую страницу, но если вам нужны модули дополнительные для обработки тех контактов, которые вы получите со страниц, конечно, нужна редакция повыше, если вы предполагаете обрабатывать их именно с помощью системы битрикс. Установку и настройку я вам покажу. Перед тем, как лендинг должен устанавливаться, желательно подготовить весь контент. То есть конкретно для нашего случая нужно 3-4 хороших изображения для слайдера, описание товара с картинкой, с хорошей тоже, опять она должна в хорошем качестве быть, потому что мы все-таки товар лицом показываем. Обязательно вы должны продумать до того, как начинаете свой товар показывать в интернет, чем ваш товар уникален, чем он отличается от других тысяч таких предложений, это поможет вам продвигаться и действительно получить клиента. Еще нам понадобятся отзывы, очень желательно, чтобы они были реальны или максимально приближены к реальным отзывам клиентов и адрес телефон компании, то есть куда звонить, кому писать. сейчас я переключусь на установку, одну минуту. еще раз, Для того, чтобы нам поставить битрикс, лендинг на битрикс, нам нужно, чтобы у нас уже была установлена какая-нибудь редакция. Ну, например, старт. Нам нужна лицензия на модуль, если он платный, на модуль лендинга. Мы ее вводим в админке. То есть ввозим купон, и у нас в установленных решениях появляется наш модуль. Ну, вот, например, здесь уже он установлен и есть. А вообще его нужно установить. Дальше после этого следуем настройке продукта, список мастеров. Выбираем соответствующий модуль и жмем установить. Сейчас я буду устанавливать на второй сайт системы, то есть первым сайтом у меня уже стоит лендинг. Есть возможность использовать многосайтов с битрикс и установить как второй сайт системы. Мастер установки нас обязательно спросит, какой дизайн мы будем ставить. У нас в нашем модуле есть три варианта, но вообще, видела у партнеров различные схемы цветовые, можно повыбирать. Выбрали. Дальше заполняем основные контакты, которые будут показываться в шапке сайта и в футере. Жмем «Далее» и происходит установка решения. Ну, вот у нас установка завершена. Перейдем на сайт. Получился такой лендинг. То есть все блоки на месте. У нас есть слайдер, потом мы описываем продукт, потом рассказываем, какие конкурентные преимущества наш продукт имеет. Дальше следует кнопка «Заказать» и «Примеры работ». Обязательно постарались написать отзывы. Ну, здесь как бы лендинг тестовый, отзывы такие достаточно смешные. После того, как лендинг установлен, мы можем перейти к редактированию контента. Редактирование контента происходит стандартными средствами Bittrex, то есть мы должны переключиться в режим правки. И практически на каждом компоненте этого модуля мы постарались использовать стандартные компоненты. То есть здесь появляются кнопки «Изменить элемент», «Добавить элемент». Ну, то есть все стандартно, как система редактируется в демо-версии, так и здесь. То есть, например, загрузим слайдер. Название и картинку для слайдера. Здесь текст, который будет показан на слайдере. Загрузили, нажали «Сохранить», слайдер у нас обновился, например, может появиться четвертая картинка. Точно так же и со следующими блоками. То есть «Изменить элемент», текст анонса меняем, меняем картинку, все меняется на сайте. Ну, здесь, соответственно, аналогичные совершенно действия можно производить. Примеры работы редактируются так же, то есть можно удалять элементы, добавлять отзывы аналогично. И можем добавить адрес или несколько адресов компании для заказа услуги. И хотелось бы еще показать примеры лендингов, которые уже существуют на нашей системе. Сейчас я снова переключусь в браузер. У меня открыто несколько примеров. Все они разработаны с помощью нашего модуля. Ну, вот, например, агентство «Сальва». Они занимаются арендой квартир, ну, элитных квартир. То есть здесь был разработан, установлен сначала лендинг, затем разработан был уникальный контент для продвижения. Вот все есть, здесь отзывы реальных людей появились. Несколько квартир, это точки на карте. И, соответственно, целевое действие. Пожалуй, один из, наверное, лучших примеров, который сделан по классической схеме. Человек пытается ответить на классические вопросы лендинга. Что я могу? Чем я лучше других? Кто я такой? Что говорят мои клиенты? И как меня найти? То есть он последовал буквально по классической схеме лендинга. Рассказал о себе, выделил свои конкурентные преимущества, акцию даже придумал, положил портфолио и отзывы. Также есть пример лендинга, достаточно своеобразного. Он немножечко нарушает концепцию лендингов. Вообще, в принципе, лендинг – это все-таки страничка об одном товаре или услуге. Но здесь в портфолио были добавлены товары с ценой. И, в принципе, можно посмотреть товары. И этот лендинг практически выполняет функцию интернет-магазина. Ну, такого как бы неполноценного. Не знаю, насколько хорошо работает здесь у заказчика магазин. Ну, возможно, в этом есть смысл. Еще покажу несколько примеров. Здесь у нас торговые домы ProSnap. Опять же, все сделано на едином шаблоне. Загружены картинки уникальные. Вот так описано все. Дальше хотелось бы мне рассказать про рекламу. То есть, например, создали мы лендинг. Написали уникальные тексты. Казалось бы, все хорошо, идет. Все отлично. Но нам нужно обязательно рассказать аудиторию интернет о том, что у нас есть товар. О том, что у нас есть товар уникальный. И здесь, в случае лендингов, не будет работать и давать быстрый результат поисковое продвижение под запросы. То есть, классическая раскрутка. Мы рекомендуем для своих клиентов, которые только что установили лендинг и наполнили информацией, подключить контекстную рекламу Яндекс.Директ и использовать баннерную рекламу на ресурсах, которые могут дать целевую аудиторию, и рекламу в соцсетях. Связано это с тем, что много контента на лендинг-пэйдж не разместишь, то есть поисковое продвижение будет двигаться медленно. Но, например, для нашего сайта, для примера, для демо-примера, мы все-таки сделали немножечко продвижение при заполнении, наполнили его ключевыми словами, он у нас по низкочастотнику все-таки в поиске показывается. Но это дает очень небыстрый результат, то есть через 2 недели, когда пройдет индексация, этот результат будет виден. Если вы хотите быстрого результата, то, конечно, лучше подключить сразу контекстную рекламу. Тогда вы получите именно целевые звонки, целевые переходы на этот сайт, и он начнет давать отдачу быстро. Ну, у меня, пожалуй, все. Вопросы? Некатерина, может, там есть какая-то ссылка, ой, не ссылка, а слайд с контактными данными, куда, чего, где писать, звонить кому по вопросам? Ну, на самом деле найти нас очень просто, достаточно в поиске веке набрать Burbon.ru. Я не стала оставлять свои контакты, поскольку вроде как семинар от 1С Битрикс. Да нет, ничего страшного. Burbon.ru. Мы постеснялись, да. Burbon.ru. Вообще можно посмотреть наш лендинг на Marketplace. Угу. Его очень легко найти. Мы выпустили решение изначально для редакции на старте, и в момент кризиса, когда доллар у нас падал в декабре, чтобы как-то облегчить жизнь своим клиентам, мы выпустили аналогичное решение на первом сайте. То есть если вы отфильтруете по первому сайту, то мы где-то здесь будем. Вот наш лендинг, первый сайт. Ну, можно нам написать, мы отвечаем в отзывы. То есть буквально, можете задать свои вопросы. Еще у нас здесь на модуле размещено видео, если что-то осталось недосказанным или непонятным про установку и настройку. То есть здесь подробно описывается, как редактировать каждый блок, что происходит и так далее. Ну, на вопросы отвечаю всегда, пожалуйста, пишите. Такой еще вопрос. Можно ли использовать лендинг? Ну, это скорее, наверное, технический вопрос, но, может, сможете бы сказать, как использовать лендинг не на, ну, там, не под домен, а именно на конкретную папку внутри сайта? Ну, то есть чтобы не тратиться каждый раз на новую лицензию, там, на топ-сайт. А на одном сайте сделать их несколько раз. Я вас поняла. Это очень частый запрос, на самом деле. И наш модуль это может делать, то есть если у вас редакция стоит там от, ну, пожалуй, от старта на первом сайте сделать невозможно, там есть ограничения по инфоблокам. Мы можем по запросу вам установить модуль, который будет неограниченное количество лендингов устанавливать. Стандартный модуль, который у нас в Marketplace выложен, он имеет ограничения на два лендинга. Технологически все равно, куда устанавливать, на домен, на поддомен или на папку. Это все равно считается отдельным шаблоном и отдельным сайтом. Поэтому здесь ограничений нет. Но дизайн, соответственно, будет из коробки. А можно дорабатывать. Хорошо. Так. Достаточно ли редакции первого сайта для классического лендинга? Ну, я так понимаю, что, да? Да, достаточно. Есть два инфоблока, этого достаточно для того, чтобы воспроизвести вот эту всю схему со слайдером, отзывом и так далее. А слайдер вот на главной, он, ну, не на главной, а на единственной странице, он приключается ручками или можно, чтобы он там сам влево-вправо ходил? Ну, вот конкретно в нашем модуле есть настройка для того, чтобы он автоматически листался. Ну, опять же, это очень частый запрос, мы это сделали буквально вот, ну, после выпуска сразу. Поработали с вопросами и сделали вот неограниченное количество установок и переключение автоматическое. Основной функционал – это, по сути, веб-форумы, да? Что-то еще нужно для лендинг-пейджа? Нет, ваша задача именно сосредоточить внимание пользователя на одном моменте. Он должен либо купить товар, либо оставить вам контакты. То есть размывать здесь внимание пользователя ни в коем случае нельзя. Все должно вестись к одному – к покупке или к заявке. А потом уже, в последующем, вы можете создать полноценный интернет-магазин или сайт. А если вот, ну, первый сайт, старт, на них, по сути, нет веб-форумы, да? И там это, как бы, просто обычно инфоблок записывается. Да, у нас функционал не использует веб-форму. Он предназначен именно для редакции, на которых нет веб-формы. И все заказы или заявки, они вложатся в инфоблок. А если, ну, редакция уже там стандарта выше, то, в принципе, я думаю, не проблема просто разместить компоненцию веб-формы и все это добро, чтобы попадало в B324 сразу же в CRM. Да, можно настроить. Вот, ну, я так понимаю, что на старте и на первом сайте этого не получится. Не получится. Мы хотели именно закрыть проблему сайтов, которые дешевые, находятся в дешевом ценовом сегменте. Для тех, кто хотят быстро выпустить продукт, быстро попробовать, получить отдачу. Поэтому мы не рассматривали высокие редакции. Хорошо. А решение адаптивное? Вот, ну, вот ваше. Ну, это сейчас нет, но мы над этим работаем. У нас есть. Буквально в ближайшем будущем выйдет. А видео можно вставлять? Ну, я думаю, что это просто обычное. Видео можно вставлять, да, если вы выкладываете на YouTube, там есть замечательная кнопка «Поделиться» и делитесь, как HTML вставляете. Угу. Ну да, в нужном месте, просто в блок. В нужном месте, да. Ну, тут здесь обычное редактирование. Вот, Василий спрашивает, есть мнение, что лендинг не подходит для SEO-продвижения, только контекстная реклама. Это так? Ну, вы видите, я продемонстрировала, в принципе, подходит. Но, опять же, там нет возможности, сама концепция лендинга не предполагает перехода на другие страницы. Для поискового продвижения хорошего нужны статьи, например, или другие разделы, имитирующие статьи. То есть там должно быть много текста хорошего, целевого. Здесь можно это сделать, но тогда это будет уже не лендинг. Это будет что-то другое тоже. Будет корпоративный сайт, там, каталог, еще что-то. Но концепция лендинга все-таки в другом. Быстро запуститься, быстро начать продавать, получить обратную связь. Угу. Ну и, наверное, последний вопрос, Дмитрия. Может быть, есть какие-то рекомендации по созданию лендинга для B2B-сегмента? В большинстве случаев в B2C, а вот для B2B. В B2C, да. Я расскажу очень интересный пример. Ну, не знаю, насколько это B2B. Ну, вот смотрите, мы занимаемся разработкой сайтов. И в определенный момент в интернете начал обсуждаться бизнес-тренер один, нижегородский. И я, в принципе, ну, не новый человек на рынке. Этот бизнес-тренер, он предлагал консалтинг и обучение по продажам веб-сайтов. То есть этот лендинг обсуждался в профессиональной аудитории. И конечная точка этого лендинга – это была вот эта картинка. То есть я прочитаю, там написано, что отмотайте свою жизнь на пять лет назад, многое ли мне изменилось. И теперь представьте, что папа подходит к вам и спрашивает, почему мы живем в такой маленькой квартире, есть ли вам что ответить ему. И папа, значит, говорит, прости, сынок, твой папа так и не сходил на тренинг. Вот для меня, ну, не новичка в этой сфере, я вроде как и не хотела обучаться на этих курсах. Но вот после вот этого добивания клиента, я была вынуждена хотя бы обратить внимание на этот курс и прочитать, о чем же он. Ну, мне кажется, здесь как бы в профессиональной среде, когда услуга B2B, тоже нужно, наверное, найти боль клиента, которую вы можете закрыть своим предложением. Если вы ее закроете, вот так вот надавите, может быть, очень красиво, возможно, получите клиента. Главное знать, на какую нотку надавить. Вот они важны, B2C или B2B. Да, вот здесь надавлено, да. Хорошо. Екатерина, спасибо. Я надеюсь, что было с ним интересно. Видеозапись, как я говорил, мы ведем, она есть, и выложим ее, наверное, сегодня, потому что много желающих, коллеги подсказывают в соцсетях, задавали вопросы, будет ли, не будет, выложим сегодня, сможете скачать его на нашем сайте. Всем большое спасибо, и приходите на наши следующие вебинары, семинары, которые мы проводим регулярно, там, раз в неделю, как минимум. Вот, поэтому до новых встреч. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...